Дмитрий Бродовиков А завтра в храмах будет совершаться отдание праздника Пятидесятницы. Чудесным образом апостолы, исполнившись Святого Духа, смогли проповедовать на разных языках, подорожать их подвигу распространения веры Христовой призваны и современные пастыри, и те, кто только готовится принять священный сан. Символично, что именно в День Святого Духа прошел выпускной акт в киевских духовных школах. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрии возглавил Божественную Литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Владыка призвал выпускников воплощать в жизнь полученные за годы обучения знания и постоянно духовно совершенствоваться. Как это было, увидим в материале информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. На сегодняшний день в киевских духовных школах обучается на аспирантуре, магистратуре и бакаларской программе 297 человек. В этом году выпускниками наших духовных школ являются 80 человек, 4 аспиранта, 23 магистра и 53 бакалавра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня так совпало, что день выпуска совпал с днём Святого Духа, днём рождения Церкви. Это очень знаменательно, потому что вы, те, которые закончили духовные наши киевские заведения, семинарии, академию, аспирантуру, вы или уже являетесь священником, или ещё будете, станете таковыми. И вы будете служителями той Церкви, которая родилась в Сионской горнице, от сошедствия Святого Духа на святых апостолов и учеников. Церкви Господь основал своей кровью, а наполнил её благодатью Святого Духа, когда вознёсся на небо и послал Святого Духа на землю. И Святой Дух даёт священнику силу совершать то, что никто не может совершать. Священник приносит святую божественную литургию, совершает иные таинства церковные. Священник учит людей, священник терпит людей, немощи и слабости человеческие. Священник является тем образцом, которому люди подражают и которому люди стараются следовать. Я сегодня поздравляю всех тех, кто является выпускниками наших духовных школ. И желаю, чтобы ваши первые шаги в священнослужении, в жизни, в такой реальной жизни в Церкви, в качестве служителя, служителя алтаря Господня, чтобы оно было благословенным, чтобы вы начали своё служение, как это следует, из любви. И, придя на приходы, куда вас Господь управит, придя оттуда, начинайте с того, что надо полюбить всех, от кого вам Господь вручает до духовного руководства. Любовь выражается не в каких-то возвышенных чувствах, они могут быть, их может не быть. Любовь выражается в том, что вы терпите их. Не злорадствуете, если человек где-то упал, где-то ошибся. Старайтесь помочь человеку. Когда вы молитесь за людей, это тоже является знакомой проявления любви. И вы должны помнить, что священник должен, и ты, добродетели, в основном иметь это любовь к Богу и к своей пастве, смирение перед Богом и перед людьми, как носительные образы Божьи и молитва. Если этого священника есть, то он является сильным священником, добрым пастырем, которому Господь сказал, что он проходит через врата, а не перелазит инуди. Который будет иметь ответ на любовь, обязательно. Люди будут вас любить. Если вы будете любить людей, люди будут вас любить. Если вы будете смиряться перед людьми, они будут смиряться перед вами. Если вы будете молиться за людей, они будут молиться за вас. Такой закон с добродетелью, что он всегда дает ответ. Кто еще не стал священником, мы надеемся и верим, что они вскоре решили определять свой семейный статус, и примут священный санк, чтобы на те знания, то и духовный опыт, который вы здесь приобрели, в стенах духовных школ, чтобы он был востребован для жизни церкви, для своего личного духовного совершенства, для того, чтобы быть служителем алтаря Господня. Это самая великая честь, которую может человек иметь на земле. Служить в алтаре Господне, стоять перед престолом Божиим, ходатайствовать перед Богом о своих грехах и о грехах людей, которые Господь вручает нашему окормлению. Пусть Господь благословит ваши первые шаги церковной жизни, помогает вам быть добрыми пастырями, тем светом, который Господь сказал, что вы есть свет для мира, который просвещает людей, просвещает всех, и самому пастыря показывает путь к жизни вечной. Родители, которые сегодня прибыли сюда, чтобы участвовать в выпуске своих детей, я благодарю за то, что вы воспитали своих детей такими, какими они есть, привели им к любовь к церкви, к любовь к Богу. Это тоже очень великое дело, очень большая заслуга, и пусть Господь за это всех вас благословит. Поздравляю всех с днем выпуска, с праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Дни рождения древних святых мы, как правило, не знаем и не отмечаем. Исключение составляют лишь Иоанн Предтеча, и с недавних пор стала распространенной дата рождения святителя Николая Чудотворца – 11 августа. Вот и, пожалуй, все. Ну, а дни рождения подвижника 20 века хорошо известны. Например, 4 июня 1896 года, дата по старому стилю, в дворянском роду Максимовичей появился на свет будущий святитель Шанхайский и Сан-Франциский Иоанн. В жизнь вечную он был призван 2 июля 1966 года. Жизнь и служение этого русского святого прошли за пределами России, в эмиграции – Югославии, Китае, на островах в Тихом океане, потом США и Западной Европе. В Брюсселе очень тепло вспоминают то владыки, который жил в маленькой квартирке при храме праведного Ева Многострадального. Он ходил в сандалиях на босу ногу, а то и босиком, ездил на трамвае и откликался на любой призыв о помощи. Дмитрий Геринг, председатель строительного комитета храма, вспоминает, как мальчиком вместе со своим братом прислуживал в алтаре. Когда владыка приезжал к нам, то служил каждый день. Это был совершенно выдающийся человек, косой, косноязычный, абсолютно в духе юродивых русской церкви. Мы немного побаивались его, слишком уж он не вписывался в наше представление об архиере. Благообразным, с красивой бородой, владыка часто служил в простой филоне. Он был настоящим подвижником, ел раз в день, не спал на кровати, а спал на стуле, на два-три часа погружался в сон, а потом снова бодрствовал. В храме при нем служили не только литургию, совершали полный круг богослужений. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский известен по всему миру. К нему обращаются за помощью, в его честь воздвигают храмы. Одну из таких церквей осветили в Минске, микрорайоне Новинки, в начале лета. Строительство деревянного храма было начато Свято-Елизаветинским монастырем в 2012 году. Чин освящения совершил митрополит Минский Заславский Павел. Вместе с плодыкой и прихожанами молился и архиепископ Русской Православной Церкви за границей на покое Михаил Донсков, человек, который лично знал святителя Иоанна. Он рассказал, что познакомился со святым во время своей первой исповеди. А вот как это было, давайте послушаем. Ну, мне было 7 лет, но я оказался немножко старше, по росту был. И, ну, хоть и не хотелось, выпрямился и подошел к владыке. А он нагнулся и сказал, ты что пришел? Говорю, я пришел исповедоваться. Так ты не знаешь, что такое исповедоваться? А я отвечаю, мол, знаю. Ну, говорит, свои грехи. Так ты не знаешь, что такое грех? Знаю. Там не слушался, там шоколадки ел, там, ну, в общем. Ну, он берет под омофор, и вдруг, это архиерей такой грозный, который нам казался малого роста, но с колоссальным авторитетом. То есть это сила была такая. Вдруг, когда он покрыл омофором меня, я его насмотрю, он красивый, юный, и все его слова совершенно ясные. И такая ласка, такая близость, такое, то есть это первый раз мне какой-то старший говорит, говори, что хочешь. Но я тебе объясню, что такое грех, потому что ты не знаешь, что это. И тогда он мне открыл одну, я знал, что такое нарушение, то есть грех как нарушение, но я от него услышал, что ты же понимаешь, что когда тебе родители любят, когда ты их не слушаешь, ты их огорчаешь. А когда Бога не слушаешь, ты от него уходишь. Он тебя не заставляет. Он тебе дает эту свободу быть с ним, но он тебя так любит, что никто другой, кроме твоих родителей, но это другого размера. И он мне это долго объяснял, рассказывал, до такой степени, что вокруг меня под этим омофором стало и светло, и так хорошо, что я не хотел уходить. Вначале, и когда он снимал омофор, он говорит, осторожно, я сниму омофор, а здесь темно. И так и было. Снял омофор, и было полная тьма, потому что все ушли. Уже давно все эти дети, это мальчики были, около сотни, кончили, не знаю, сколько часов в этом были. То есть это было удивительно. И в момент, когда он разрешительную молитву прочитал, после того, что он это объяснил, в чем заключается, я тогда почувствовал уже более горько, в чем есть грех у человека. То есть это тогда мне сильно кольнуло. Я думаю, что постепенно открывается, что верующий человек, именно тот, который понимает, что он грешный, человек, который неверующий, он думает, то есть он говорит, что греха нет. То есть это типично в мире сегодня, все мы хорошие в смысле, греха нет. И вот это основная беда, владыка Ян нам показывал очень много. То есть для нас он был нравственный богослов, который ежеминутно нас направлял, мало говорил. Так, он не сильно, только во время проповеди, после богослужения, 45 минут освещал нас содержание Евангелия. Это всегда. Первые слова были невнятны, а 40 минут было все понятно всем, любого возраста, даже дети, умные, там, глупые, старые, молодые, и монахи, и военные были. Это поэтому все тянулись, куда он приезжал, все туда тянулись, а его это убожество внешнее, которое некоторые как бы эксплуатирули, даже легенду, что он был юродив и ничего подобного, у него ноги пухли из-за того, что он никогда не спал в кровати. Он всегда пребывал в кресле и с людьми беседовали. Даже когда мы с ним говорили и думали, что он заснул, он тут же говорил, продолжай, говори. То есть он не засыпал, он иногда дремал, и фактически вот это сказывалось. Но эти ноги он сохранил за свои последние дни. Вот согласитесь, друзья, удивительно, когда святые оказываются для нас так близки. Представляете, каково это, когда человек, у которого ты знал, пишут иконы, читают акафисты и строят храмы. Но ведь и Господь, Он не где-то там за облаками, а посреди нас. Я благодарю вас за внимание. Сегодня еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok